Этот год работа ЕАЭС прошла под председательством Кыргызстана. Ожидания были большие, но и сделать удалось многое. Первое и самое масштабное на евразийском интеграционном пространстве молодежь стали воспринимать как движущую силу. Произошло это с подачи Кыргызстана. По инициативе Садыра Джапарова был организован первый в истории союза молодежный форум. Уже после него в ЕАЭС всерьез заговорили о создании фонда поддержки молодежных инициатив. И условно его можно разделить на две большие группы. Это непосредственно те услуги, которые будут оказываться на безвозмездной основе, включая возможные стажировки. Ну и безусловно определенные финансовые меры поддержки, особенно молодежных стартапов для того, чтобы реализовать в дальнейшем уже большие состоятельные инвестиционные проекты. Мне иногда задают вопрос, а вот в этой ситуации какие проекты могут быть наиболее престижными? Безусловно, это проекты 5-го и 6-го технологического уклада, микроэлектроника, современные компьютерные технологии. В рамках председательства Кыргызстана в ЕАЭС в Бешкеке состоялся первый евразийский экономический форум. Он привлек более 2000 участников из государств-членов союза, ближнего и дальнего зарубежья. Параллельно с форумом в те же весенние дни прошла выставка лучших агропромышленных товаров государств-членов ЕАЭС. В итоге подписано более 15 соглашений и меморандумов. Заключено 17 программ сотрудничества и контрактов. Из самых знаковых таких соглашений я бы хотела отметить в первую очередь это меморандум о сотрудничестве в реализации совместного проекта Государства Союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Евразийский Агроэкспресс. Во время председательства Кыргызстана в ЕАЭС увеличился товарооборот нашей страны с государствами и членами Союза. Примечательно, что увеличение это произошло именно за счет роста экспорта. Мы продали странам ЕАЭС товаров на 852 миллиона долларов, то есть показатель увеличился на 45%. При этом экспортировать в третьи страны стали в три раза меньше. К сожалению, было председательство в такой год, когда идет системная смена всех рынков, идет серьезнейшие санкции против одного из членов этого Союза против России. Соответственно, Кыргызстан предлагал максимальные усилия, чтобы наша экономика, экономика в том числе Казахстана, не пострадала. Мы служили проводником всех тех неподсанкционных товаров, которые шли через нас, Казахстан в основном, из Китая, страны ближнего зарубежья, чтобы с одной стороны и санкции не нарушать, с другой стороны сохранять тот уникальный экономический союз, в котором мы находимся, который дает нам преференции по нашей рабочей силе. Более миллиона человек работают, каждый из них минимум 60-70 тысяч рублей в год экономят за счет патентов, разрешения, справок и других вещей. Соответственно, нам союз выгоден, нам выгодна торговля. Успешным этот год для ЕАЭС стал и в сфере производства. Индекс физического объема промышленного производства в январе-августе текущего года составил 100%. В частности, сельскую продукцию произвели на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инвестиции в государство-члены ЕАЭС поступило тоже больше, на 6,5%. Численность безработных снизилась на 28%. При этом зарплата по всему союзу имеет тенденцию роста. Весь год, к сожалению, был в пожарном режиме. Многое из того, что планировалось, к сожалению, просто отодвинулось фактически на следующие годы. Сейчас это не актуально. Но в целом Кыргызстан, на мой взгляд, справился с поставленной задачей. Мы смогли во многом и помочь нашей экономике, сделать ее сложнее, качественнее, запустить многие новые производства. В следующий год Евразийский экономический союз уже будет работать под председательством Российской Федерации. Но прежде чем Кыргызстан передаст эстафету, 14 декабря в Москве должен пройти Совет Евразийской экономической комиссии. В повестку включено 23 вопроса.